Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища. Ну что ж, приступаем. Для того, чтобы начать это задание, нам нужно с тобой поспать. Когда мы с тобой проснемся, у нас будет незнакомец. Я отлично выспался. Вот дела. Это еще кто, вор? Приношу свои извинения за беспокойство и... Нет, я не вор. Хм, точно не вор. Уверен. И в тюрьме не бывал? Ну, почему же не бывал? Мы сбежали из тюрьмы, три дня назад тому. Серьезно? Так ты еще и рецидивист? Круто. Уважаемый Смотритель, я даже формально не могу быть вором, и я Маркиз. И что? Я вот читал о наемных убийцах с кличками Барон, Виконг и Графиня. Выслушайте меня, прошу вас. Я Маркиз Теодора Младший, был приговорен Инквизицией к сожжению, как и мои друзья. Но это чья-то гнусная клевета, мы никакие не еретики. Мы бежали из тюрьмы. Увы, не всем удалось выбраться, выжившие разбили лагерь здесь, неподалеку. И теперь обстоятельства вынудили меня прийти к вам, нам срочно нужна помощь. Узнаю этот взгляд. Что ж, да, мы готовы оплатить ваши услуги. А это уже совсем другой разговор. Показываю ваш лагерь, обсудим детали на месте. Вот это дела, друзья мои. Ну что же, посмотрим. Кое-что из еды и вещей на первое время у нас есть. Слуги тайком доставили из города. Но надолго этого точно не хватит, а пойти нам некуда. Хм, тогда чего вы не охотитесь, не собирайте грибы, не сажайте овощи. Вы правы, но видите ли, ситуация весьма деликатна. Мы все здесь принадлежали к аристократии. Мы совершенно не приспособлены для подобных условий существования. Мы знаем философию, этикет, риторику, но способно ли это помочь с едой и питьем? С другой стороны, вы можете быть абсолютно уверены, нам есть чем заплатить вам. Хм, заманчиво. Еда и питье? Ну не так уж и трудно. Ладно, готовьте монетки. Превосходно. И еще вам стоит знать кое-что. Инквизиция ищет нас. Что означает следующее? Если вы кому-то о нас расскажете, это неизбежно приведет к нашей мучительной смерти. Уяснил? Буду нем как могила. И последнее. Один из моих друзей очень хотел познакомиться с вами. Мастер Алларих, бывший инквизитор, который помог нам бежать. Хм. Хранитель кладбища, какая честь встретиться с тобой. Оу, мне тоже приятно с вами встретиться, но я... Говорите громче, он очень плохо слышит. Я еще не сделал ничего такого выдающегося, чтобы... Еще громче, он практически глухой. Чтобы встреча со мной была честью. Ты уже делаешь и будешь делать в будущем. Теодора, ты не мог бы дать нам пообщаться наедине. Разумеется, мастер Алларих, ваши мрачные секреты, слава богу, не имеют ко мне никакого отношения. А теперь скажи мне, что ты знаешь о роли, которую избран играть? Ээээ, простите? Что рассказал тебе древний бог, когда забирал сюда к нам? Он так пристально взглядывается, мороз по коже. Хм, понятия не имею, о чем вы. Я храню трупы, провожу молеббу, торгую человечной, это все. Не лги мне, хранитель, я знаю больше, чем ты можешь представить. Тогда в чем резон меня допрашивать, мастер Алларих? Ясно, забудь о нашем разговоре и оставь меня, пожалуйста. Нет проблем, хорошего вам дня, мастер Алларих. Тот случай, когда слуховой аппарат бесценен. Не обращайте внимания, мой друг. Алларих всего лишь самовлюбленный и жестокий старик. Все инквизиторы такие. Хм, но вы же сказали, он спас вас, Самаркиз. Разве это не причина быть благодарным? Возможно, но видите ли, причин не быть благодарным куда больше. Так, и что же мы должны здесь с тобой сделать? Питье и еды им нужно. Так, что ты там кашляешь? Давай потрящи. Этим утром я говорил с бывшим дворецким отца. Он сказал, репрессии инквизиций продолжаются. Многие в панике, неизвестно, за кем придут следующим. Люди живут в страхе и не знают, чего ждать. Они не думают покинуть город. Это тоже пугает. Они дают огромные взятки в обмен на обещания безопасности. Но получают лишь передышку. Но главное им некуда бежать. Кроме разве что нашего лагеря. Разве вы не можете принять новых беженцев? Я бы очень хотел им помочь, но лагерь наш и так мал. Ну, я могу построить еще одну палатку. Это было бы замечательно. Но тогда нам нужен и колодец. Иначе скоро люди начнут страдать от жажды. Ммм, вот оно как. Новое задание. Построить колодец. И построить палатку. Стоп. А где ваш стол чертежный? Подожди-ка, я ведь так не смогу так открыть. У них здесь есть кирка второго уровня. Так, есть ведра яблочного сока. Крепкий алкоголь. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Так. Ну, подожди. Мне нужно построить им палатку. Так, лагерь беженцев. Палатка Теодора. Так, это у нас перки, технологии, персонажи. Слушай, вот я, если честно, не могу... А, вот он стол чертежный. Думаю, где же тут у них все. Давай посмотрим. Значит так, жилая палатка. Лето вну... Шелк. И счастье поселенцев? Погоди, погоди, погоди-ка. А как я должен, извини меня, добывать счастье поселенцев? Ну, здесь ладно, шелк я добуду, фиг с ним. Но где мне вот это взять? Счастье? И все везде связано именно с счастьем. Может быть, с кем-то можно поговорить? Так, вот это почему-то со мной разговаривать не хочет. Я до сих пор живу, не могу поверить. Мы все принадлежим к высшему совету. Почему король не заступился за нас? А ты видишь, вот тут палаточка и тут палаточка. То есть, счастье заключается в палаточке вроде бы, да? Три палатки. Тут почему-то ноль. Так, секунду. А что у нас? Вот тут мы можем с тобой еще построить здание. Я это вижу, все прекрасно. Счастье поселенцев. Ноль из трех. Так, что у нас тут? Ф. Ф это что? Это цветок, блин, е-мое. Так, давай-ка посмотрим по карте, где я вообще нахожусь. И я не могу врубиться. Где их не поселение? Странно. Ладно, хорошо. Вот дорога у нас. Мне просто надо знать, где моя деревня. Ага. Все, я понял. Если здесь, друзья мои, лесопилка. Стоит рядышком. Значит, вверх по дорожке. А вот, в принципе, и мои угодья, да? Да, это мои угодья. Так, для того, чтобы сделать нам палатку первую, надо, значит, пару бревен, да, там, по-моему. Пару бревен и два шелка. По-моему, так. Сейчас посмотрим, что у нас вообще с тобой тут есть. В закромах наших. Шелк. Шелк есть вообще у нас? Вот этого я не помню. По поводу шелка. Шелк есть. Как раз две штуки. А инвентарь, кстати, это мой был. Я там смотрел, что там лежит. И, кстати, палочки тоже есть. Это все вроде бы как хорошо. А как бы мне теперь сделать им? Я могу тут палатку? Так, склад камня, бумажный пресс, камни тесные. Слушай, к сожалению, вот здесь я ничего не могу сделать. Стол ювелира, наковальня, склад бревен. Ну, это все у меня есть. Печки эти плавильные. Камня у меня тут куча. Бревен тоже прилично. Хорошо, давай попробуем. Так, ягоды тут у нас лежат. Предположим, у меня есть бревна, да? У меня есть бревна. Есть ведь бревна, да? Сейчас посмотрим. Что у нас с тобой? Вот они, эти палки. Вот у нас этот шелк, который нужен. Я, кстати, забыл, где мы с тобой вообще шелк-то добывали, а? Ты не помнишь? Вот и я не помню. Так, и теперь побежали, посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, конечно же. Ночь на дворе, и поэтому летучие мыши тут, как всегда, меня атакуют. Пошли прочь. Прочь, говорю, пошли. А лагерь у них здесь, да, наверху находится? Укрылись они, типа. Так, только не говорите, что они легли все спать. Конечно же, легли. Вот сюда мы можем с тобой какое-что переложить. Но нужно ли это нам делать? Ну-ка, посмотрим, смогу ли я, например, сделать. Все, у меня есть. Не хватает вот счастья. Жилая палатка. Погоди-ка. А если я вот это вот уничтожу, это что даст? Это ничего абсолютно не даст. Как мне сделать, блин, поселенцев этих счастливыми? Я не понимаю. Как мне счастья-то не прибавить? Войти. Ну, например, я вошел, да? Не, нечего сказать тебе, хранитель. Понятно. А в эту я могу палатку войти? Фигушки там. Так, тут только сундук открыть можно. А вот в эту палатку я войти могу? Нет. Слушай, может быть, они будут ко мне ходить на... Так, у нас с тобой луна. На следующий день, в принципе, у нас будет с тобой... День молитвы. Может быть, они придут на молитву? Я не знаю, ребят. Я не уверен, но им нужно как-то поднять счастье. Понимаешь? Без счастья они не хотят ничего. От меня принимать. И это очень, кстати, странно. Вот он, моя церквушка здесь стоит. Целый день еще ждать до молитвы. Так, может быть, Генри что-нибудь мне скажет? Уйти. Точнее, Герри. Он со мной даже разговаривать не хочет. Увидимся позже, говорит. Ладно, увидимся позже. Фиг с ним. Ну что, я пошел тогда кемарить? А что еще делать? Других вариантов я не вижу. Пойду кемарну. До утра, естественно. Слушай, а может быть, им нужно взять с собой... Ну вот, мне взять еды. И питье. Слушай, давай попробуем. Может быть, от этого у них настроение улучшится. Так, выложим с собой цветы эти, которые взял за чем-то. Так, подожди. Хлебушек. Хлебушек возьмем. Слушай, ну у меня вот яблоки есть, например. Или они уже яблоки не считают за еду? Челиный воск. Так, с удобной тестой. Это все не то. Блин, это все не то. Подожди, где же у меня склад вкусняшек-то всяких, а? Так, это все заберем. Так, давай посмотрим здесь. Но здесь вряд ли мы еду с тобой обнаружим. Тут у нас виноград. Сотый виноград. Ну да, все не то. Эти все у меня зомби делают пивасик. Ну, тем не менее, уже утро. И я, наверное, думаю, могу туда сбегать. Во! И они сказали, им нужна вода. Но вода у меня тоже есть. Может быть, да, действительно, надо знать, что сделать. У них же там вот этот, как его, сундук лежит. Если я сейчас в этот сундук положу водичку, например. Положу туда вот эту еду. То, возможно, счастье прибавится. В любом случае, мне придется это сделать. Других вариантов все равно нет. И надо все испробовать. А иначе как мы с тобой будем там делать им, извини меня, палатки без того, что они не имеют никакого счастья абсолютно. Там палатку, потом еще колодец. Ну-ка, все давай посмотрим. Вот. Ихний сундучок. Выкладываем сюда хлеб. Выложим сюда воду. Также я, наверное, алкоголем дам. И бургер. Слушай, по-моему, что-то... Или мне кажется, 0.11. Это что такое? Это по-моему... Да, у них... Ага. Потихоньку, потихоньку у них прибавляется счастье. Совсем по чуть-чуть. Значит, я все правильно делаю. Значит, нам нужно с тобой, блин, наделать еды кучу им целую, да? Вот я уберу. Там было 0.11. Давай посмотрим. Например, ягоды я вот все выложу. Так, подожди, ягоды выложим и... Ну, вот так вот сделаем. Посмотрим. Хм. Вот здесь ничего не пом... А, нет, вот, 0.39. Ну, хоть что-то стало мне ясно, друзья мои. Хоть что-то. Значит, короче, пошли мы теперь за едой. Блин, за едой. А еду нужно будет еще скрафтить им. Ладно. Для меня это, в принципе, не проблема. Сделаем им там пирогов всяких там, я не знаю, с брусникой, с клюквой. С квашеной капусты, да? Это для нас, в принципе, не проблема. Пускай они кушают. Будут довольны. Водички нужно будет им. Воды. Воды мы с тобой сейчас из колодца достанем. С водой вообще никаких проблем. Хотя, спрашивается, зачем вам вода, если я вам там... Извините, может, пиваська им дать, а? Аристократы все-таки. Зачем вам воду? Подавай нам... Извините меня, крепкие виски или еще что-нибудь в этом роде. Ладно, пойдем испекем там торты или еще что-нибудь. Если мне, конечно, хватит ингредиентов. На все это дело. Давай посмотрим. Я могу, например, и ягодный сок, это не для них. Сдобное тесто у меня вроде бы как есть. Так, что мы можем с тобой тут, блин, сделать-то? На скорую руку ничего и сделать-то не сможем, получается. Прикинь. Нам нужна капуста, чтобы ее сделать, квашеную, да? Или же нам нужен хлеб, запеченное мясо и опять же капуста. Подожди, а почему у меня так мало рецептов? Так, сырое нарезанное мясо. Мед. Мед и ягодный сок. Ягодный сок. Пошли, короче, ягод с тобой клепаем. Ягоды у нас тут, слава богу, растут. Или росли. Может быть, яблоко набрать им. Ну, ребят, вы должны меня понять, что... Я хочу как лучше. Еды. Ну, пока еще я не раскручен, да? Особо сильно. Поэтому буду им давать то, что есть у меня. Надеюсь, они не обидятся, эти аристократы. Вообще, пускай радуются, что я помогаю им. Тем более, они ко мне пришли за помощью сами. Сейчас вот здесь вот пособираем все, что можем. Так, подожди, топор ему нужен. Ну, что, у меня и топора, что ли, нет еще? Так, вот здесь вот у нас с тобой склады всякой еды. Так, медальон, это все понятно. Капуста. Неужели у меня нет капусты? Быть такого не может. Есть. Ага, вот она, капусточка-то. Сейчас мы с тобой солености-то наделаем им. А можно, в принципе, наверное, и супчик, да, и чечевица сделать. Ну, еды, слава богу, у нас с тобой хватает. Так, возьму еще, наверное, вот это вот. Зачем я хожу с этими петлями? Вот объясни мне. Надо петли эти выложить. Какие дренифини, они только мешаются. Так, сюда я не могу. Вот здесь вот так. У нас, кстати, здесь мед есть. И мед тоже я заберу сейчас. Так, палочку выкладываем. Мед забираем с тобой. Петли выкладываем и забираем с тобой. Так, подожди. Вода. Вода есть. Че я хотел взять-то? Воду возьмем, фиг с ним. Здесь у нас ничего хорошего нету. Здесь все, только деревяшки. Удобряшки. Так. Пойдем что-нибудь с тобой приготовим. Капусту. А, зеленое желе можем сделать. Но я хочу сделать... Подожди, че-то много-то. Погнали, говорю. Е, готовить-то. А почему ж ты не готовишь-то? Работай, давай, работай. Сколько там получили? Сока-то я не могу понять. Можем сделать одно. Одно с тобой розовое желе. Надеюсь, оно им понравится. Так, зеленое желе нужно, да? Здесь можем еще с тобой сделать сока. А, уже не помещается, я понял. Тогда мы с тобой выложим что? Камень телепортации я ставлю. Кирку. Выложим, да? Так, забираем с тобой сок. И давай посмотрим. Мы, по-моему, можем с тобой сделать соленую капусту. Квашеную, точнее. Вот она. Сколько мы ее можем сделать? Слушай, приличное, приличное количество. Давай работать. Я думаю... Ничего плохого в этом не будет, да? Мы как раз им квашеную капусту дадим и пить. А пускай едят и пьют. Правда, ну... Как бы не для ихнего статуса, я так понимаю, да? Типа, одна звезда. Не царское это дело, а жрать капусту. Я все понимаю. Но... Я ничего лучшего им пока сделать не могу. Так, это выложим. Давай, наверное, вот это выбросим. Просто хочу глянуть, что мы еще с тобой можем здесь сделать. Заварганить. Так. Луковые колечки мы можем забомбить. Луковые колечки. Ну, ладно, пускай луковые колечки создаются еще. Так, нам здесь нужно с тобой... А, энергии не хватает. Тогда спим. Надо ложиться спать. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. А это у нас день уже прошел? Мольбы. Или... Или только наступил. Я что-то прозевал. Вот, видишь, вот это вот. Блин. Так, он отлично выспался. Так, давай я доделаю эту капусту. Слушай, по-моему, день молеть бы начался только. Поэтому нам нужно идти. Вот следующий вопрос меня интересует. Тихо. Это еще кто такой? А что, неплохое местечко. А не обменять ли нам мою кузницу на твой дом, кладбище и церковью? Что скажешь? Поразительно щедрое предложение с твоей стороны, Кресвальд. Ну, я, скорее всего... А, он поверил, поверил. Я же не полный кретин, чтобы жить и работать в подобной дыре. Эм, ты такой вежливый, почти как фермер. Вы, случайно, не братья? Хе-хе. По секрету, я стал кузнецом еще до того, как его предки переселились в наши края. А сейчас ты пойдешь со мной. Я что, арестован? В деревне чрезвычайная ситуация. Харадрик собирает деревенских в таверне. Но я же не житель деревни. В деревне появились вампиры, хранитель. И в ближайшее время мы ожидаем первые смертельные исходы. В общем, Харадрику нужны специалисты по мертвецам. Так что, пошли. Зашибись, тут у них еще и вампир. Опоздали. Если спросят, виноват ты. Спасибо, Роза. Мы понимаем твою боль. Мы сочувствуем тебе. Серьезно? Я вот нет. Это была третья и последняя жертва вампира на сегодняшний день. Но любой, любой из нас может стать его следующей целью. Чейн, сын фермера и Роза, это лишь начало. Жители деревни, жду ваших предложений. Все в недоумении. По очереди, пожалуйста. Кори, твое предложение. Предложение. Эх, предложение. Люди, слушайте меня. Только до конца недели компания Кори и брат подчинит ваше крыльцо со скидкой 15% и деревянный утконос от Тресса в подарок. Нет, моя любимая игрушка. Бизнес есть бизнес, брат. Хм, ладно. Адам, твое предложение. И я предлагаю назначить по два телохранителя для каждого жителя деревни. Вот, смотрите. Неделю назад на моей стене банда гулей написала обидные слова. Адам, это были деревенские подростки. Я им даже немного помог с грамматикой. А гулей не существует. Ох, так, Лисоруб. Что за предложение у тебя? Мое предложение перестать всем есть мертвых животных. Естественно, что после этого вам мерещатся вампиры и прочая чушь. Свежие корни и тушеные листья, вот секрет здоровья и долголетия. Что? Отказаться от засахаренных куриных ножек в маринаде никогда. Человод, не плюй на пол, пожалуйста. Хочешь что-то добавить? Хочу. Народ, вы испятили. Вы несете полный бред. Всем же понятно и очевидно, что все это коварный план моего злейшего врага, человека-шерчня. Но не волнуйтесь. Моя армия пчел-людоедов уже практически готова. И скоро, очень скоро, я выпущу ее на деревню. Это будет очень мило с твоей стороны, пчеловод. И еще предложение. Отлично. Сбор окончен. Все свободны. Вампиры в деревне получил достижение. Короче, ни к чему мы не пришли. Хранитель, не подойдешь ли на пару слов? Подойду, конечно. Слушай, могу я попросить тебя расследовать это жуткое дело? Хм. Довольно неожиданно, но приятно, что ты мне так доверяешь. Если честно, я бы не сказал, что я тебе доверяю. Но если я попрошу об этом кого-то из деревни, то мне придется уплатить здоровенный налог в дополнение к гонорару за труды. Так что вполне логично попросить кого-то не из деревни, верно? Хм. Да, несомненно. С другой стороны, ты ведь такой добрый и понимающий человек. Так что, может ты согласишься помочь нам бескорыстно? Так, подумать об этом сообщу о своем решении чуть позже. Значит, я слишком занят, чтобы возиться еще и с этим. Я помогу, но за плату. Да, я помогу, но за плату. Фух. Эй, я так надеялся на твое сочувствие, нашим невзгодам. Ну, да черт с тобой. Согласен. Нет, оно... Что ты за жадный мошенник? Ладно. Вернусь домой и все хорошенько обдумаю. Так, Харадрик. Слушай, а помнишь, как он, да? Он сейчас меня тут алчный, там типа жадный. А как ты, блин, за свою печать меня гонял туда-сюда, забыл что ли, а? Чувачок. Так, насчет хранителей кладбища. Харадрик, я бы хотел больше знать о предыдущих хранителях кладбища. Ладно, первый хранитель появился больше двухсот лет назад. Оу. Он был молодой, романтичный, мечтательный и просто невероятный лентяй. Хе-хе-хе-хе. Целыми днями сочинял стишки. Писал пейзажики и играл на гармошке. Иногда нашим селянам приходилось хранить мертвецов вместо него. Вот все, что я знаю. То есть, что я читал о нем. Первый был вообще какой-то лодок, да? Ладно. Уходим. Блин. Зачем я сюда шел, я не понимаю. Нет, я в принципе понимаю, зачем. Но толком мы здесь ничего особо не сделали. Так, у нас же где-то здесь, я вот не помню, лазейка должна быть, помнишь? Ага, подожди-ка. Я ведь как-то мог... Блин, ладно, нифига не понятно. Здесь где-то должна быть лазейка, где мы с тобой очень быстро могли переместиться к себе в этот... В свою усадьбу. Блин, у меня же еще день молить бы. Быстрее, быстрее, давай, родной мой. Блин, мне еще свиток нужно найти. А где этот свиток? А куда я его положил? Вспоминай сейчас, да? Как говорится, все это. Я не помню, если честно. Ну, свиток, я имею в виду, за которым мы будем получать благодать. То есть мы читаем с тобой определенную молитву. И за это мы получаем подношение. А вот куда я его дел? Так, какой-то чувак тут стоит у нас. Блин, куда я дел свиток? Так, это органы. Ой, блин. Да мне бы любой найти свиток, не обязательно тот. Так, я ничего не вижу. Я никаких свитков здесь не наблюдаю. Сейчас и день у нас с тобой закончится. Блин, провозюкаюсь здесь. Так, это что у нас? Исследование обсидианта. Кстати, до сих пор непонятно, что с этим свитком делать. Ну, давай молитву о корнях возьмем. Фиг с ним, ребята. Как говорится, хоть что-то. Лишь бы день не прошел зря. Молитва о корнях. Так, это будет, наверное, благословение по поводу наших посевов, да, и нашего урожая. Кстати, осла нету. Ну, тут надо будет морковку, наверное, дать. Положить, и осел сразу будет таскать нам трупы. Так, заходим сюда. Так, 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 так. Успеть бы, успеть бы. Выберите проповедь. Вот, выбрал. Создаем. Фух, успел. Успел, друзья мои. Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепная. Отлично, да, да, хорошо. А сейчас давайте помолимся о благословении. Ну что же, веры мы получили с тобой. Угу. Хорошо, отлично, да. Все пучком. Молодец, хранитель. Не забывайте про пожертвования. Отличная проповедь, да. Действительно, я хорошо поговорил. Ух ты, по 47 медоков. Ну, конечно, это слабенько. Обычно мы по 2-3 серебренька получаем. Но главное, что вера. Сколько мы с тобой заработали? Ну, в общем, количество у нас 355. Веры. Так, сейчас мы с тобой возьмем кассу. 3 серебренька. Не густо. А что ты здесь стоишь, а, брат? Итак, по поводу собора. Торговля. Так, обычная молитва. Да нет, это мне не нужно ничего. Так, ничего новенького у нас здесь не появилось. Кстати, в этом дополнении, говорят, появятся новые могилы. Новые какие-то постройки. Так что в дальнейшем, скорее всего, мы с вами увидим все это. Так, что у нас? Ага, у нас тут чувак где-то стоит. Вот он. Слушай, он до боли мне знаком. Время ответить за свои преступления, коварное чудовище. В плане, защищайся. Пастух? Это ты мне? Тебя, гнусный вампир. Приготовься умереть. Моя жена и другие невинные будут отомщены. Эй, да это же нелепо. Смотри, если бы я был ночным кровососом, как бы я мог столько дней работать при солнечном свете? Это ничего не доказывает. А если ты вампир-мутант? У меня есть абсолютно надежный способ это проверить. Себя скажешь, чеснока. Ешь. Ты серьезно? Есть сырой чеснок? Ага. Не можешь? Ты себе выдал. О, дьявол. На тебе. Ну, доволен? Как говорил мой старый учитель из Ордена Охотников на нежить. Еще. Ты нас запарил. У меня и так вон хреновое состояние сейчас будет. Ненавижу тебя. С другой стороны. И если ты мутант, чеснок тоже может быть. Эврика, есть решение. Возьми синовый кол и проткни себе сердце. И если ты умрешь... Стоп. У меня... У меня предложение. Я найду настоящего вампира, а ты оставишь меня в покое. Хм. А если не справишься? Убьешь меня, а я съем целое ведро чеснока. Что хочешь. Пойдет. Но только попробуй обмануть меня. Бородатая нежить. Его логика потрясающая. Думаю, есть смысл пообщаться с жертвами Чейн, сыном фермера и Розой. Ха-ха-ха. Ай, блин, про чеснок, конечно, мне понравилось. Ешь. Жуй, главное. Есть верный способ. Жуй еще. Молодец. Я, кстати, не могу понять. Кто это был-то? Пастух. Почему это пастух? С одним глазом он мне напомнил почему-то змея. Но это был не змей явно. Так, он с тобой здоровье-то уходит и уходит. Блин. О, слушай. Оно очень быстро уходит. А как? Секунду, 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 секунду. Квашеная капуста. Я ведь могу же лопать квашеную капусту? Давай я вот сюда ее перемещу. Блин, она дает только энергию. Яблоко тоже только энергию дает. Виноград дает... Ой, виноград. Мед дает немножко здоровья. Немножко. Это энергию. Хлеб тоже... Вы что, серьезно, что ли? Да ну. Такого, блин, быть не может. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут все... Так, плюс 30 энергии. Все дает энергию. Прикинь. Все, что бы я ни делал, дает энергию. Да такого быть не может. Эй! А есть что-то, что восстанавливает здоровье, блин? Вы издеваетесь, что ли? Вы издеваетесь? Так, а... Все, ребята, у меня отравление закончилось. Но теперь зато началось замедление. Какое-то... Перемедленно хожу, блин. Как кули... Вот оно! Вот оно комбо-молитва. Я ее искал. Трындец. Деньги с проповеди 150%. Вера с проповеди 150%. Ну вот, вот она, это моя молитвочка. Ладно, ребята, берем пивасик. Так, берем с вами, что тут еще у нас есть? Что еще есть? Что мы можем там им подогнать? Я даже не знаю. Медку, что ли, сладкого им дать? Чтобы лопали. Не, вот тут, кстати, у нас с тобой пивасик. Нет, воды не хватает. Не хватает водишки. Ладно, с водой мы потом разберемся. Так, здесь у нас что? Пусто. Пусто. Обалденные склады и все в пустоту, да? В общем, вся проблема только лишь в воде. Воды нужно будет очень-очень много. Короче, я пойду пока схожу в ихнюю деревню. Да, опять ночь, конечно же. Схожу в ихнюю деревню. Блин, очень медленно я иду. И выложу им в этот. Я хоть нормально запасов-то взял? Слушай, ну более чем достаточно, да? Я бы с такими запасами жил бы просто припеваючи. Слушай, а где мои броня, доспехи, меч в конце концов? Я ведь это все дело не снимал. Насколько я помню. Ну, все у меня одето. Броня есть. Мечи есть. Из дамасской стали. Так что... Слушай, вот это вот светлячки. Я ведь помню, их можно как-то ловить, но для этого нужна банка. По-моему, да? А банки у меня нету. Слушай, счастье-то у них растет, друзья мои. 2.42 уже. Ну-ка. Выложим им еще тут. Вкусняшек пускай пьют. Кстати, вода очень быстро у них улетела. Ты заметил? Вот, я им воду опять даю. Пускай пивасик пьют тогда. Вот, с жалеем дам. Сок, квашеная капуста. Пускай обобьются. Вот, четыре ведра воды. И... Вот так вот. Я думаю, этого будет им достаточно. Можно будет на следующий день прийти. Я думаю, уже счастье будет троечка, да? Так, а я... А я что? О, так я могу уже пос... Блин! Короче, бежим. Я палку, блин, не взял. Ладно, чтобы нам с тобой долго здесь... Нет, а мы с тобой... Телепортнемся. Милый дом. В Милый дом мы телепортнулись. Так, где, где, где этот... Брусок, палочка? Где я? Куда я ее выложил-то? Вот она. Давай, 60 штук. Я думаю, это более чем достаточно. Подожди, там еще что-то надо, да? Слушай, а теперь, если... Не секрет. Как мы с тобой можем делать шелк? Я вот забыл. Хоть убей. Я не помню. Но шелк нам нужен очень много. И... Насколько я помню, он дорог в производстве. Слишком много замуток там нужно сделать. И вот я не помню каких. И где вообще он производится? По идее, на станке ткацком должен делаться. Но... Слушай, как же все-таки, да? Ребята, последний раз я в эту игру играл... По-моему, год назад. Простые железные детали. А новый беженец, это нужно... Так, свободное место. Кровать. Подожди, не понял. Как это понять? А, ну, свободное место. Понятно. Вот сейчас мы с тобой сделаем эту палатку, да? И это будет, наверное, свободное место. Значит, камень и простые детали. Палатку еще нужно сделать. Так ведь? Ну, да. Сейчас мы с тобой ее сделаем. Слушай, а этот же день, по-моему, инквизиции. Вот это вот красное. Так, задание выполнено. Теперь нужно им построить колодец. Построить им колодец. Давай посмотрим. 12 камней. Простые петли. И свободное место. Ну что же, побежали. Ягоду заберу. Зачем добру пропадать просто так, да? Значит, колодец. Значит, колодец нужен. Так, 12 валунов. Ну, я возьму чуть-чуть побольше. Если что, там им выложу. Значит, и простые железные петли. Все это у меня должно быть в избытке. Это все должно быть у меня в избытке. Так, давай посмотрим. Значит, так. Нет, здесь ничего нет, ребята. Слушай, камень, по-моему, у меня находится вот здесь вот. Я где-то вот в этих складывал. Да? Подожди-ка, блин, это мрамор. А мне нужен просто камень. Эй! Создать. Что создать, блин? Подожди. Твою же налево. Неужели у меня здесь нет просто камня? У меня мрамор, известняк. Все, что хочешь. Но камня нету. Так, тут у меня остальные части. Ювелирные изделия. Так, мясо. А нам нужны с тобой простые петли, да? Простые железные петли еще. Это сложные. Так, простые петли как у нас делаются? И где они, блин, делаются-то еще? По-моему, вот здесь вот, да? Так, простые железные детали. Давай, куда ты пошел-то? Давай делать. Сколько мы с тобой шесть сделали? Ладно, давай еще сделаем. Вот так вот. Блин, с камнем. Как нам сделать с тобой камень? Это у нас что? Мрамор или камень? Я не пойму. Ну, если, предположим, сюда. Я ведь могу сюда положить? Да ладно, ты издеваешься, что ли? Трындец. Ну-ка, выбросим вот это вот. Вот это вот. Да что ты не хочешь ложить-то это все дело-то? Подожди-ка, я не понял, почему он не хочет это все... Ага, вот так вот. Ну-ка, дай. Типа тут кусочки еще лежат, да? Из-за этого я не могу все это сделать. Давай, короче, переработаем с тобой. Как его перерабатывать, ты помнишь? Вот и я не помню. Так, резной камень. Полированный мрамор. Вот, кусок камня. Давай делать. Работаем. Нам нужно 12 камней. Так, 8 камней есть. Блин, энергия улетает с скоростью света. Ягоды пошли в бой. Слушай, ну камни у нас сейчас тут будут. Куры, как говорится, не клюют, да? Все. Так, подожди секунду. У нас камень есть. Петли есть. И там было написано свободное просто... Блин, неужели я весь камень потратил? Офигеть. Давайте-ка, зомби, тащите камень. Видите, мои склады пусты. Мои склады пусты. Ладно. Пойдем. Блин, вот тут... Че так долго вот эта вот замедляшка работает, а? Офигеть. Этот почему-то не добывает дерево. Я не могу понять, что с тобой не так. А, так тут... Тут все забито, все склады. Посмотри, все, все завалено. Древесиной. Поэтому он, естественно, и не будет ее добывать. Так. Счастье 0,7 у них. 0,7 этого мало ведь, так? А ну-ка. Да, счастье... Но, смотри, новый беженец. То есть, когда у них будет счастье двоечка, у них придет еще один новый беженец. А нам нужно с тобой троечку накопить. Ну, пока они будут здесь все это дело копить, мы с тобой, наверное... Так, что мы тут... Давай гриппом выложим сюда. Я выложу сюда камень, чтобы потом лишний раз не бегать. Понимаешь, да? Все вот эти вот, все инструменты, все материалы выложим сюда заранее. Пускай пшеница у них будет здесь. О, так у них здесь склад-то еще какой, смотри. Некислый сундучок такой. Отлично. Хотя, мне кажется, что... Мое питание здесь вообще никак не сказывается. Хотя, ребята, воду, что я им давал, они ее выпили. Помнишь, капельки здесь были? А их нету. Слушай, слушай, может быть, мне действительно нужно здесь воды побольше принести, чтобы они пили ее. А вот ведро почему-то они не пьют. А знаешь, почему не пьют? Потому что ведро это как готовый элемент. То есть, блин, я бы мог, конечно, сейчас прямо вот здесь вот из ведра вычерпать эту воду. А они, видимо, этого делать не могут. Ну, действительно, они же там как голубая кровь, ее мое. Куда им, царским, как говорится, сынам, этот, черпать водичку из ведра? Это нет, это не для них. Этим должны заниматься именно мы, смотрители, блин, кладбище. Видишь, вот уже камушек один принесли. Так, ну что, давай тогда с тобой начерпаем воды им. Блин, ну почему у меня ведрами-то все... Я раньше помню, капельками мог как-то... Эть! Написали, энергии не хватает. Ну что ж, пойдем кемарить. Пойдем с тобой кемарнем чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть, до самого утра. До самого утра. Так, вот это день змея, по-моему, у нас, да? Я, если честно, не помню. Уже забыл, точнее, у кого какой день. Это можно все посмотреть по нашим персонажам. И я отлично выспался. По нашим персонажам. Так, у нас сейчас, да, в данный момент вот такой значок, да? И мы, если смотрим, где этот значок у нас? Вот, это купец. Он всегда готов делать бизнес. То есть, сегодня день купца. Мы можем сходить к себе. У нас же, не забывай, есть свой бизнес все-таки. Правда, он уже давно не снабжается никем. И выгоды там, наверное, уже и нету давно. Но, тем не менее, он у нас есть. Так, ну что, я пошел наверх. Посмотрю, как там... А зачем я пошел наверх? Для чего? Что я хотел? Я ведь... Ладно, ребята, знаете, что мы, наверное, сделаем? Мы, наверное, будем на сегодня заканчивать эту серию, да? Нам нужно все равно как минимум 2-3 денечка подождать, чтобы у них там счастье накопилось. Наберем с тобой воды. Целый ворох. Да? И уже, как говорится, отнесем ему... Что ж ты будешь делать? Коловец. Так, дай-ка вспомнить, как это все... Блин. А как же нам эту воду достать-то, а? Так, уничтожить... Нет, я не хочу уничтожать. Блин. Вот не помню, хоть убей, как нам... Ага, вот. Вот оно как делается. Видишь, 40 воды. То есть, это надо использовать, да? Да, и ты используешь, и вот вода из колодца, ребят. 80 воды. Я думаю, что этого более чем достаточно, чтобы опиться и 10 раз обоссаться. Так что пойду я им воду выложу, и будем, наверное, с вами заканчивать эту серию. И увидимся уже, как говорится, в следующей. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Водичку донесу. Прям не терпится им водичку донести. Ну, чтобы воду, воду нам не таскать ему больше, да? Нам нужно сделать колодец. О, видишь, счастье-то у них. Растет потихонечку, растет, ребята. И это круто. Во. Много воды им дал. Видишь, счастье-то у них. Вот так вот потихоньку-потихоньку мы с тобой будем помогать этим беженцам избежать, как говорится, смерти от инквизиции. Но здесь также мы еще, насколько я помню, должны будем победить лорда вампиров. Так было описано в дополнении. И помочь сделать революцию, по-моему, ослу. Что-то типа того. Так что нас еще впереди ждет немало приключений. Так, ребят, я иду, короче, сейчас домой. В койку ложится, потому что, когда ты только начинаешь засыпать, у тебя идет сохранение игры. Здесь оно происходит именно так. Ну и уже встретимся, как я и говорил, в следующей серии. Так что, всем пока. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok